Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствую всех любителей спорта, собравшихся у своих экранов. Этот этап, шоу «Лёт и пламень», вместе с вами будут смотреть Владимир Гомельский и народная артистка СССР, великая балерина Людмила Семеняка. Здравствуйте, Владимир! Здравствуйте, уважаемые зрители! Через несколько минут мы узнаем, кто с нами расстаётся. Пора узнать, кто из номинированных на выбывание пар продолжит участие в проекте. Сегодня у нас в номинации «Аншлаг» Линда Нигматулина и Руслан Гончаров, Татьяна Татьмянина и Руслан Нигматуллин, а также «Одинокий» Алексей Тихонов, чья партнёрша Любовь Толкалина повредила колено и выбыла из проекта. Проект проектом, а жизнь жизнью. И в этой большой жизни у нас целых два дня рождения. Поздравляем Танечку Татьмянину, Таня! С днём рождения тебя с прошедшим! Счастья, здоровья, любви и удачи! А также мы поздравляем Алексея Тихонова с прошедшим днём рождения! С днём рождения, Лёша! Лёша, знаешь, вообще у нас на проекте впервые такое, что не пара в номинации, а один человек в номинации. Как себя чувствуешь? Чувствую себя одиноким пока что, но надеюсь на то, что появится всё-таки у меня партнёрша и на то, что зрители помогут мне остаться в проекте. Линда, вы первый раз в номинации. Как ощущения? Смежные чувства, мы просто как-то, наверное, не хотели бы здесь оказаться, как и любая другая пара, поэтому не очень. Не очень. А знаю, что за тебя приехали твои близкие поболеть, и сегодня твой сын у нас в зале, так? Да, сегодня мой сыночек наконец-то приехал, мы отпросились со школы и специально приехали. Ещё в зале мой друг очень близкий, Серёга. Привет! Смежные чувства, не будешь со мной разговаривать, я не виновата, честное слово, я за вас болела, как могла. Какие ощущения? Ощущения, как будто бы на казне стоишь и ждёшь, кому первому голову отрубят. Кому первому голову отрубят? Но ведь жизнь продолжится, давай мы не будем с тобой плакать. Руслан. При любом исходе, я надеюсь, что в номинацию мы попали в последний раз. Давайте узнаем, как распределились голоса и кому предстоит покинуть проект. По итогам голосования. Больше голосов набрали. Алексей Тихонов и Линда Нигматуллина и Руслан Гончаров. Это значит, они остаются. Поздравляем вас, ребята. Лёша, поздравляю тебя. Идите готовиться, ребята. АПЛОДИСМЕНТЫ С одной стороны, мне хочется тебя успокоить, сказать тебе «не плачь». Но, с другой стороны, я тебе даже и благодарна за эти слёзы, потому что они говорят об одном, как ты это любишь, и как ты в этом искренне, и как всё твоё сердце принадлежит той профессии твоей, вот просто судьбе, которую ты для себя выбрала самостоятельно. И, тем не менее, вы сегодня покидаете наш проект. Могу тебе только передать микрофон. Настенька, спасибо. Ты, в принципе, сказала уже всю мою речь, что я хотела сказать. Я действительно пришла в этот проект не просто ради развлечений, это для меня было серьёзно. И впервые у меня что-то стало получаться, но, к сожалению, в моей жизни мои ошибки никогда не прощаются. И каждая ошибка заканчивается не очень удачно. Но это не важно. Я очень благодарна всем – судьям, тренерам, обстановщикам, кто с нами работал. Это замечательный проект, в котором люди дружат, люди общаются, люди встречаются. И, мне кажется, не знаю, что мне кажется. Спасибо всем. Пришло время раскрыть главную интригу дня. Миллионы телезрителей прильнули к экранам, чтобы узнать, с кем же будет танцевать Алексей Тихонов. Если сказать другими словами, давайте узнаем имя самой счастливой женщины на проекте. Ею становится... Светлана Светикова! Встречайте, Светлана Светикова и Алексей Тихонов. У меня в голове, 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 как же быстрее мне наверстать всех, вот. И так далее. Ну уж, а про Лёшу вообще молчу. Такой подарок жизни, судьбы такой. Подарок-то подарок. А что, успеешь понять, какой? Ну да. Я уже на первой тренировке поняла. Вот, хорошо. И что дальше? Вот, смотри, теперь вот эту руку. Подбирайся мне в плечо, отлично не будет. Скорее, ножки соединяй. Коленки согреться. Согреться. Это будет удивительно, экстремально. У нас, да, такой номер сложный очень. У нас, не знаю, расскажите, не расскажите. Можно рассказывать. У нас, я никогда в жизни не держала шпагу в руках. Мы деремся на шпагах. Я не думала, что это так сложно, но клёво смолится, круто, обалдеть как. В общем, у нас получилась история конфликта между мужчиной и женщиной, которая перерастает потом во что-то большее, в какие-то чувства, в любовь. И вот все это нужно показать за довольно-таки короткий танец. Мы хотим поблагодарить наших партнеров, и Любу, и Сережу. Но вот так получилось, что сейчас мы будем танцевать, кататься вместе. Спасибо им огромное за то, что они дали нам, за то, что они были рядом. И мы любим вас, и желаем удачи. От вашего имени я поздравляю Алексея Тихонова с днём рождения. А нас с вами я поздравляю с рождением новой пары. Светлана Светикова и Алексей Тихонов. Впервые вместе в нашем проекте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Вот это дебют. Ну, фантастический какой-то танец. Я даже не ожидал, что для первого выступления ребята выберут Малагуэну, да ещё в таком темпе. И улыбка Лёше, она, скорее всего, благодарственная, потому что Света старалась изо всех сил. И мне кажется, что непродолжительный период тренировочный, тем не менее, был очень трудотворным. Вам понравилось? Да, мне понравилось. Всё соответствует в этой паре. Выбору репертуара, выбору музыкальному. Образ очень темпераментный у партнёрши, выразительный. Все средства, которыми она пользуется, ими очень умело, очень по делу. Ну, партнёр несколько напряжён в отношении к партнёрше, но в целом они создали запоминающийся дуэт. Ничего, ничего, для первого раза. Я не знаю, что если бы они не пришли, она бы сейчас лезли. Я только заметил на поворотке. Всё остальное достаточно чисто было. Шикарно. Светлана Светикова, Алексей Тихонов. Россия, оценки за технику. 6-0, 6-0, 6-0, 5-9, 5-9, средний балл 5,96, сотых балла. Оценки за артистизм. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 6-0, средний балл 5,92, сотых балла. Общий балл 11,88, сотых балла. К технике можно было бы придраться, но они были настолько артистичны, чего тебе не хватило. Мне как раз было много. Очень много. И в какой-то момент эта перенасыщенность как-то перенасытилась. Перебор. Вот, да, а вообще я была поражена, что за такое короткое время пара уже станцевалась. И уже эта пара. И как бы я очень рада, потому что я вижу, какие у них огромные перспективы. Потенциал огромный. Поэтому такие высокие оценки. Фаруха, увидели ли вы возрождение новой пары, новой звезды или нет? Ну, в любом случае, то, что Алексей остался, это замечательно. И Светлана в этом, в этой новой программе тоже замечательно. Мне немножко показалось со вкусом, здесь в этом номере какой-то перебор произошел. А в целом, мне кажется, путь замечательный в дальнейшем. По крайней мере, они подходят друг к другу. Это самое главное, я считаю. Спасибо. Светик, с возвращением тебя. Спасибо. А было сомнение какое-то все-таки, оставят тебя зрители или не оставят? Вот все-таки вы репетировали всю неделю, готовили этот танец, не зная, будет ли у вас шанс выйти сегодня на танцпол? Конечно, были огромные сомнения, потому что репетировали мы всего лишь два дня, так получилось. И сомнения были огромные. И я думал, что я вот остался один, хотя Светлана приехала. А я стояла за кулисами, я так вот держала пальцы. И, ну, спасибо вам огромное, зрители, что вы нас поддержали. Спасибо вам, родные. Спасибо большое. Мы очень рады. Я очень рад остаться в проекте. И спасибо Свете, что она вот так вот вскочила вновь к нам. Скажи, пожалуйста, как себя чувствует Люба Толкалина? Люба чувствует себя хорошо, получше, да. И она... Любочка, тебе огромный привет. От нас, от всех. Здоровья твоим ножкам. Да. Выздоравливай, пожалуйста. И вот. А мы будем смотреть тебя на экранах и на сцене театра. И еще я хочу поблагодарить Сергея Новицкого, который был партнером Светланы, который многому ее научил. Спасибо, Серега, огромное. И Марина и Андрей, родители Светы сегодня здесь в зале, переживают страшно за нее. Спасибо вам, дорогие, что вы пришли поболеть. Вы знаете, я за что переживаю, дорогие телезрители? Только за то, что, может быть, телевизор не до конца передает. Если бы видели, как сейчас сияют глаза Светиковой, вы бы поняли, что второе солнце бывает. Поздравляю вас с возвращением. Спасибо.